Пешеходный переход как русская рулетка. Жители Слободы Малой Ряби каждый день рискуют жизнью, переходя дорогу. В металлическом отбойнике посреди проезжей части есть проход. Но в ГИБДД решили, его нужно убрать в целях безопасности людей. Рядом с этим техническим проемом нет ни предупреждающих знаков, ни зебры, ни светофора. Но люди против. Почему? Они рассказали нашему корреспонденту. Жители Слободы Малой Ряби с замиранием сердца переходят дорогу. Движения оживленные, а альтернативы нет. Как по лезвию нажавить переходишь, ведь сердце замирает. Машины летят, там знак стоит 60. 95% никто не снижает. Летят, сигналят, пролетают мимо. Только слой. То ли тебя сшибут, то ли нет. В 2009 году люди обращались в администрацию, чтобы в металлическом отбойнике рядом с остановкой сделали технический проем. А вместе с ним зебру или светофор. Но на деле разрезано только железо. Технический проем нам сделали, но мы же просили не просто технический проем. Нам нужен здесь. Но если не светофор, то хотя бы пешеходная дорожка. Хотя бы, чтобы были знаки пешеходный переход. Хотя бы, чтобы было снижение скорости. Ничего, абсолютно. То есть, грубо говоря, за 8 лет, с тех пор, как мы здесь с вами встречались, не изменилось ничего. Слобода Малые Ряби – это не только две деревни и сады. Там постоянно живут люди. Строятся новые дома, много семей с детьми. И малыши тоже вынуждены переходить дорогу в необорудованном месте. Есть пешеходный переход на повороте Наганино и в Гнусино. Но идти туда пешком 2-3 километра. Аварийность у остановки Малые Ряби высокая. И в ГИБДД, по словам местных жителей, хотят убрать технический проем из-за высокой аварийности, чтобы здесь дорогу никто не переходил. Но это только усугубит ситуацию. Людей сбивают, перебегают. А если сейчас у нас закроют, то ведь еще больше будет. Люди будут. По илезу тогда? Как? У меня вот нет таких ног, чтобы перешагнуть. У меня нет таких возможностей, чтобы ребенка школы и школу провожать на такси. Шесть лет назад жители обращались в администрацию. Просили сделать оборудованный пешеходный переход. Но ничего не изменилось. На руках множество ответов, смысл которых в том, что здесь нужны масштабные работы уличной дорожной сети. Перечень ремонта объектов уличной дорожной сети города Кирова и устройства сетей наружного освещения сформирован уже в рамках выделенности сигновации. То бишь этот проект уже не включить. Хотя до декабря они еще могут что-то изменить. Жители просили установить хотя бы лежачих полицейских, чтобы водители снижали скорость. Но и этого сделать невозможно. Такие ограничители ставят около социальных и образовательных учреждений, которых здесь нет. Если технический проем закроют, переходить дорогу местные все равно не перестанут. Хотя и понимают, что этот участок станет зоной концентрации ДТП. Но другого выбора, говорят, им не оставляют. Наталья Бакирин, Дмитрий Житарчук, Александр Нестеров. Бюро новостей.